Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Женщина в погонах по долгу службы выполняет мужскую работу, но по-своему с женской особенностью. За примерное исполнение служебных обязанностей почетной грамотой Генерального прокурора России награждена заместитель начальника отдела Прокуратуры Республики по надзору за исполнением федерального законодательства Наталья Скворцова. И сегодня она гость нашей программы. С ней встретилась моя соведущая Белла Джазаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Наталья Ивановна. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. И сразу хочу поздравить вас с тем, что вас наградили, вам вручили почетную грамоту Генерального прокурора Российской Федерации. Насколько я понимаю, это к вашему профессиональному празднику. Что для вас это награда? В первую очередь это большая ответственность. Это... Я бы не сказала, что это признание того, что я уже сделала. Это в первую очередь на будущее. Это ответственность. И для меня это в дальнейшем. Это как я буду работать в дальнейшем. Стимул, конечно. А как вы стали прокурором? Вы знаете, еще со школой. Будучи еще маленькой девочкой, я очень хотела заниматься именно юридической деятельностью. Но так получилось, что по окончании школы я поступила в педагогическое училище, потому что захотела стать педагогом. Правда, потом произошло, видимо, то, что должно было произойти. Я поступила в юридический институт. И потом в течение длительного времени работала в управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Карачаево-Черкесии. А в 2010 году уже пришла в органы прокуратуры. Ну, главная кредо в вашей работе, личная ваше кредо, какое? Ну, в первую очередь, я думаю, что цель любого работника прокуратуры – это закон. Это в первую очередь обеспечен. Наша деятельность заключается в том, чтобы было обеспечено исполнение закона. Ну вот всегда прокуроры говорят каким-то таким узким языком. Они не хотят показывать каких-то своих слабостей. Вот хрупкая женщина. Что вас привлекает в этой работе? В работе прокурора, на самом деле, очень много интересного. Это в первую очередь общение с людьми. Это эмоции. Это с каждым человеком ты общаешься и узнаешь. Ну, к нам, к сожалению, приходят зачастую со своими проблемами, со своими бедами. И в них нужно разбираться, нужно помогать человеку. Надо быть и психологом немного. Надо быть и психологом иногда просто человека нужно выслушать, для того, чтобы он как-то определился. Возможно, даже больше именно общения с людьми оказывает какое-то определенное воздействие. И, конечно же, помощь людям. И, знаете, получаешь огромное удовольствие, когда ты имеешь возможность и помогаешь кому-то, когда удается довести начатое дело до конца. Но, опять же, я каждый день учусь. Вообще невозможно на нашей работе сказать о том, что я знаю все и умею все. Это абсолютно не так. Каждый день узнаешь что-то новое. Каждый день ты получаешь огромное знание и умение, и для того, чтобы потом воплотить это, в том числе и в своей профессиональной деятельности. Наталья, вот все-таки, честно скажите, любой ли человек сможет в прокуратуре работать или только человек со стержнем? Я, например, знаю несколько людей из вашей структуры, в частности девушек. Они достаточно мягкие. Неужели любой человек сможет работать в прокуратуре? Ну, наверное, не любой. Наверное, все-таки... Надо иметь характер. Надо иметь и характер, и желание заниматься этой деятельностью. И, думаю, не любой все-таки. Ну, что ж, я желаю вам дальнейших успехов. Не останавливаться на достигнутом, как вы сами говорите. Учиться всегда новому. И благодарю за участие в нашей программе. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. Спасибо нашей гостиной. Наш информационный эфир в 9.00 продолжит вещание на русском языке. Хорошего дня, приятных выходных и до встречи в эфире. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Роняем цены в конце сезона. Скидки до 50% на все. Шувы, пальто, куртки. Только до 15 февраля. Вятские меха. ТЦ Панорама. Первый этаж. Дарите эмоции. 585 Золотой. Чавыча, сёмга, красная икра. На рыбной ярмарке дары Камчатки. С 10 по 14 февраля в Доме предпринимателя, город Черкесск. Пятигорский государственный университет приглашает абитуриентов и родителей на дистанционный день открытых дверей по программам высшего и среднего профессионального образования. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции на официальном сайте университета pgu.ru 13 февраля в 12.00. Редактор субтитров А.Семкин